Друзья, приветствуем вас на канале Лесное дело. Сегодня мы поговорим о необычном растении, которое на протяжении веков вызывало одновременно страх и восхищение. Речь пойдет о болиголове ядовитой траве с долгой и загадочной историей. Что это за растение? Болиголов – это высокое травянистое растение с белыми соцветиями зонтиками и характерным запахом. Несмотря на привлекательный внешний вид, он относится к ядовитым растениям. Его знали еще в Древней Греции, именно настой болиголова, по легенде, использовали при казни философа Сократа. Яд и лекарство – две стороны одной медали. На протяжении истории люди пытались использовать болиголов не только как средство наказания, но и как лекарственное растение. В древности его применяли для снятия боли и спазмов, хотя риск отравления был очень высоким. В XIX веке в Европе интерес к болиголову снова возрос, и его изучали как возможное средство при судорогах, воспалениях и даже онкологии. Но важно помнить, болиголов остается ядовитым растением, и его самостоятельное применение крайне опасно. Современная медицина изучает его свойства только в лабораториях и под строгим контролем специалистов. Где растет болиголов? Он встречается довольно часто – вдоль дорог, на лугах, пустырях и возле заборов. Высокое растение с белыми соцветиями легко спутать с безобидной зонтичной травой, такой как укроп или морковь. Именно поэтому так важно знать его в лицо и не тробыть. Болиголов в культуре и мифах. Болиголов фигурировал в мифах и легендах разных народов. В Древней Греции считался растением смерти и растением правды из-за его использования при казнях. В славянских поверьях считался злым растением, его старались не сажать возле дома. В литературе он часто символизирует опасность и таинственность природы. Все эти истории делают болиголов загадочным, но небезопасным. Биология и особенности растения. Болиголов имеет сильный корень, высокие стебли и перистые листья, которые внешне напоминают листья моркови. Это делает его особенно опасным для случайного сбора. Яд распределен неравномерно, семена и корни содержат наибольшее количество токсинов. Даже малые дозы могут быть опасны. Применение в истории науки. Ученые изучали болиголов как лекарства при судорогах, опухолях и воспалениях. В XIX веке фармакологи пытались выделить безопасные вещества, но из-за высокой токсичности большинство попыток заканчивалось неудачей. Сегодня исследования продолжаются. Ученые изучают его противоопухолевые и противовоспалительные свойства, но исключительно в лабораторных условиях. Яд и безопасность. Болиголов действует на нервную систему, может вызывать паралич и остановку сердца при больших дозах. Особенно опасен для детей, домашних животных и неопытных людей. Даже минимальный контакт или употребление частей растения может быть смертельным. Предостережение для зрителей. Никогда не пробуйте болиголов самостоятельно. Работать с этим растением можно только специалистам под строгим контролем. Народные легенды и рецепты не делают его безопасным, образование и осторожность здесь важнее всего. Вывод. Болиголов – это растение-загадка, которое на протяжении веков было частью истории человечества. Оно напоминает нам о том, что природа хранит не только полезные дары, но и серьезные опасности. Интерес к болиголову не исчезает, но сегодня его место не на наших столах, а в лабораториях ученых. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал «Лесное дело», чтобы узнать больше о травах, их тайнах и свойствах. Природа удивительна, но всегда требует уважения и осторожности.